Решил я сделать себе подарок на Новый Год, ну и короче решил купить консоль нового поколения. Приставки у меня уже не было 100 лет, была из приставок, ну из нормальных, это PlayStation 1, но это было 20 лет назад. Ну и сейчас вышли приставки PlayStation 5 и новый Xbox. В общем, посмотрел я наверное миллион видео, их сравнение, где какие преимущества и так далее и тому подобное. Короче, самый главный вывод, к которому я пришел, это не покупать Xbox, потому что все игры, которые доступны на Xbox, ну они играются и на компьютере. Тогда лучше купить новую видеокарту, нормальный процессор, по деньгам может быть это выйдет, но тут все зависит от вас. Купите видеокарту подороже, процессор подороже и все. Ну плюс компьютер это такое устройство универсальное, на нем можно сделать все что угодно. Кроме того, если раньше приставочки были маленькие, удобные, кинул их в рюкзачок, куда-то поехал, достал и там играет. Что сейчас это здоровенные коробки, которые в рюкзак вы не кинете, с собой никуда не увезете. То есть такое понятие как мобильность, оно уже пропало. Ну и выглядит он как системный блок и размером аналогично. Вот, поэтому я все-таки остановился на PlayStation 5. Плюс там много эксклюзивов и так далее и тому подобное. Опять тут же стал вопрос, какую покупать версию с диском, либо без диска. А провел даже опрос у себя в Инстаграме. Ну так, честно говоря, там мнения разделились. Как бы все советуют брать версию с диском. Ну а люди, которые реально владели PlayStation 4, на самом деле диски они не покупали. Все покупали только онлайн. В общем так, все это лирика. Вокруг да около. Переходим. А, кроме того, да, если еще вы все-таки и решили играть в игры Xbox, но через компьютер. Для этого нужны новые видеокарты 3060, 3070, 3080. Так вот, они вам либо по космическим ценам достанутся, либо их сейчас вообще не будет. А все потому, что все видеокарты скупили майнеры из Китая. Если вы знаете, за последний месяц, блин, биткоин установил новый рекорд. Там уже 27 тысяч долларов, 28. Короче, два года про биткоин никто не вспоминал. И тут вот такое вот случилось. Поэтому видеокарт тоже будет огромный дефицит. Так, ну, сразу заходим на самый популярный интернет-магазин в Украине. И что мы видим? Вбиваем PS5. Оформите предзаказ. Потому что в наличии ее нету. Вот продано, продано. Один джойстик стоит 2000 гривен. Правильно не джойстик говорит, кстати, да, а геймпад. Короче, я решил брать версию с диском. И будем оформлять предзаказ. Вот жмем сообщить, когда появится. Галочка поставлена. Все, уведомление мне придет. Заходим в Foxtrot магазин. Тоже один из самых популярных в Украине. Вбили PS5. Цены везде одинаковые. Видите, 16 799 гривен. Тут тоже 16 799 гривен. Жмем уведомить. Уведомить о наличии. Мой телефон. В общем, отправить. Так что фамилию надо ввести обязательно. Ну, введем фамилию. Город. Углидар. Так, все. Отправили. Ну, еще в конфи. Зайдем. Так, что это? Язык на английский не переключил. Кроме того, я так понимаю, появится она в продаже через месяц, через два. Ну, игр новых все равно нет. Тут только Майл Моралис, Человек-паук. А когда месяц, там через два-три, может мне позвонят, игры уже и появятся. Так, жмем попереднее замовление. Так, тут форма заполнена автоматически. Жму подтвердить. Все, ждем звоночка оператора. Так что вот, пишите свои комментарии. Как вы думаете, стоит покупать PlayStation? Не стоит. Тем более, вот самое главное, цена везде одинаковая. Поэтому вы не переживайте. Нигде никто никакой накрутки особой не делает. И еще такой вариант. Хочу посмотреть на OLX. Есть ли эта приставка в продаже у перекупов? PS5. Как вы знаете, как только она появилась в интернет-магазинах на Западе. Перекупы. В общем, установили себе ботов каких-то, которые сделали автоматические заказы. И выкупили все остатки. Так, вот мы видим сколько. 23 тысячи гривен. PS5 с дисководом. Ну, 17 800. Так, ну тут это явно какой-то развод. Развод 15 тысяч. Не может она ставить дешевле. А вот тут я сейчас спрошу у человека. Написать автору. Есть в наличии. Когда сможете отправить. В общем, я, видите, пытаюсь всеми возможными способами ее купить. Через интернет-магазины и даже через перекупов. Ну, ладно, ждем. Может, вдруг тут у человека есть тут переплата небольшая. Может быть, тогда даже и на Новый год ее успею получить. Ну, в общем, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, и приходите в гости. Вместе поиграем в новенькие игры с Red Racing в 4K 60 FPS. Продолжение следует... Продолжение следует...